Добрый день, мои друзья! Вы на канале Александр Винокуров. И мой подписчик меня спросил, как настроить инструмент кларнет под пианино. Это у меня киборда. Тут, конечно, не совсем красивый звук, но, тем не менее, мы сейчас посмотрим, как же настроить инструмент. Мы знаем, что кларнет в строе B-си-бемоль, он траспанирующий. Поэтому звук у меня будет не такой же, как на пианино. Если я нажимаю на фа на пианино, у меня будет соль. То есть на кларнете звук на тон выше. И когда у нас звук выше, тут, например, мы должны выдвигать бочонок. Вот бочонок у нас выдвигается, да? Он отрывается от верхней части инструмента. Если же звук ниже, нужно задвигать. Значит, очень просто вы запоминаете, когда звук выше, выдвигаем, когда звук ниже, задвигаем. Теперь давайте посмотрим, да, как, допустим, у нас будет. Вот, допустим, да, у нас будет... Сейчас я вот инструмент мой настроил, да, и у меня звучит. Я нажимаю фа на пианино и соль на кларнете. Это пустышка очень легко. Вот звук у нас слился, да? Вот видите, такое расстояние между бочонком и... А теперь мы давайте... Сейчас будем его настраивать, да? Вот я, допустим, задвинул, да, до конца. Задвинул до конца. И у нас теперь, получается, не будет строить. И я начинаю выдвигать. Вот я выдвигаю. Вот я выдвигаю немножко. Еще нужно выдвинуть чуть-чуть. Еще выдвигаю чуть-чуть. И все время контролируем. Чуть-чуть еще. А если я слишком, вот я вот так взял, вытащил очень много, да? То есть у меня получается, что звук ниже сейчас будет. Тогда я должен что? Задвигать. Я задвигаю. 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 Вот. Ну, и так вот примерно мы с вами и... Ну, можно еще, конечно, выдвигать раструб, но кто-то советует выдвигать эти части, которые соединяются. Я не очень этому сторонник, да? Потому что тогда инструмент просто может рассыпаться, если у вас пробки будут не такие уже, ну, плохого качества. Ну, вот с бочонок мы можем регулировать. Если же у вас, получается, что очень большой бочонок, и вам его уже не можете задвигать, то нужно просто купить маленький бочонок, меньше, да, по высоте. Можно заказать в магазине и купить. Опять же, можно поговорить с педагогом вашим, как он вам посоветует. И у профессиональных инструментов, таких, продаются кларнеты с двумя бочонками. Один бочонок будет выше, другой будет ниже, да, потому что вытащить мы всегда можем, а заделывать мы не можем, да. Также, вообще, дейте наше внимание, что когда вы из холода пришли, инструмент холодный у вас, да, то он будет всегда звучать ниже, да, и вы должны подождать, пока он согреется, да. Обязательно, когда вы будете настраивать инструмент, играйте громко. Если тихо, то, наверное, очень сложно. Вот, и также можно губами, да, значит, можно амбушюр, нужно развивать ваш слух и подтягивать губами, да, подтягивайте амбушюром, поэтому нужно играть октавы. Пожалуйста, играйте октаву, допустим, соль, соль. Весь звук будет ниже, да, поэтому нужно подтягивать. Ну, и на пианино, если у вас пианино, нажимаете си-бемоль, да, си-бемоль, да, вам дают ваш консотсмейс си-бемоль, а вы даете до. И потом трезвучие, допустим, си-бемоль, ре, фа на пианино, а вы играете до, ми, соль. Если звук низкий, да, то нужно сделать трость более тяжелую. Если вы играете, допустим, на два, возьмите два с половиной. Играете на полтора, возьмите два. Ну, вот такие, да, замечания я хотел вам сказать. И надо, что делать, надо просто разливать свой слух, да, и стараться, вот каждую нотку подошел к пианино, да, и начинаешь ее играть. Это особенно для начинающих, для учеников. И дальше так пошли. И по гамме идем, да, а потом мы это делаем по гамме хроматической. А потом мы играем в терции, да, то есть настраиваем терции. То есть терции. Ну, это занимает довольно долгое время. Итак, вы развиваете свой слух. Кому было сегодня интересно, пожалуйста, пишите в комментариях, ставьте лайки. Я даю онлайн-консультации, онлайн-уроки в скайпе. Кому интересно, мой курс для начинающих, это всего три месяца, 12 занятий. Это первый модуль. Мы встречаемся раз в неделю. И за это время я вас научу простые гаммы, фа-мажор, соль-мажор, мелодии. Десять мелодий мы будем изучать. И изучать аппликатуру уже с первых занятий. У меня уже на моем канале есть видео, где вы можете посмотреть, как я рассказываю аппликатурой на инструменте кларнет. Пожалуйста, ставьте лайки и проходите на мои следующие занятия. Всем хорошего дня! Субтитры сделал DimaTorzok